Доброе утро! Доброе утро! Кашу свою забирай. Возьми ложечку, пожалуйста. Горячая. Горячая. Горячая кача. Только вот эта. С мазилкой. Почему это с мазилкой? Не отмылась. Мазилку в кашу? Нет, не отмылась. Посмотри на машину. Горячая кача. Та ешь, Маша. Вот, на, возни тут чистится. Больше грязи, шире что? Морда. Больше грязи, шире морда. Давай сегодня это, не сегодня, а вообще, может и сегодня, сарай разбирать будем. Ал, я его начала разбирать давно. Ты это видела. Там папа держится за каждую железку. Понимаешь? Я вот вижу железки, я их выкидываю, а он их потом оттаскивает и хавает куда-то. А его надо посадить, чтобы он разбирал. Давай посадим. Потому что там остались железки. Понимаешь, там больше, там больше, я там ничего сделать не могу. Я вот берусь, это железка, это мне надо, это мне надо. Давай посадим, пусть тогда сидит и разбирает железки. Мы будем выносить из сарая, мы будем смотреть, что тебе, что, возможно, ему пригодится показывать. У него практически ничего нет, кроме садового материала. Я же ходила, смотрела. Такого-то практически нет. Укровенный материал, я знаю, куда я его положу, когда доберемся. А потом надо обязательно сейчас сарай разгружать, потому что, сейчас я объясню, сейчас вот этот туалет мы будем делать, и нам нужно унитаз перенести. И для этого утеплитель, из утеплителя нужно сложить стену, чтобы там был унитаз хотя бы, чтобы туда в туалет ходить. Ладно, воды не будет. Да. Но туалет-то должен быть уличный. Папе нужно прикрепить крючок. Я в сарае начинаю разгребать, я это выношу, а он как хомяк это все берет, ты понимаешь? Но он это куда-то складывает на участке. Оно мне надо объяснить. Так оно убрано, а так он на участке. Вот трубы разобрали, трубы так и валяются. Да, никуда они не убрали. А зачем они? Надо пожалеть, потому что жара стоит. Ну, я понимаю, но у нас, видишь, жара получается постоянно. Я ему предлагала тогда, давай, жара, будем окунаться. Вот, в бассейн окунулся, мокрый вышел и пошел. Там, дальше что-то делать. Жарко стало, снова окунулся. Ему там не надо быть. Я там могу быть. Я могу быть. И ты можешь быть. Мы потом в купальниках те же прыг в бассейн. Да. А папе тяжело, его пожалеть просто надо. Но его надо пожалеть как? Посадить в теньке, дать банки и сказать, вот, сиди. Разбирай. И просто как, да. Точно. Будь здорова, Маша. Будь здорова. И раскладывай по банкам. И все. Вот. Мне кажется, стеллаж нужен еще один, чтобы ему там все устанавливать. Стеллаж, да. И, кстати, я вчера приносила из сарая лук, морковь, вот эту вот, всякую капусту. Я подумала про то, что, может быть, нам еще какой-нибудь стеллаж там при колхозе с этими таковыми, с корзинками вот, для овощей. Раз мы там держим вот такие вот овощи, типа вот там, картошки, всякой морковки, мука. Карто не нужно упираться. Сейчас нужно упираться, разобрать сарай, чтобы его... Чтобы его снести, понимаешь? Чтобы там, что освободилось. Да, да. Димка тоже спрашивает, что сарай не разбираем? Давай... Спрашивай, главное. А что его спрашивать-то? Я же тебе говорю, я там бессильно. Давайте начнем. Ну что, мы одного не пересилим, что ли? Ты пересилишь, потому что папа меня игнорит. Он меня просто игнорит, понимаешь? Грушу вот эту даже, грушу. Говорю ему, давай спилим грушу. Она идет в два ствола, и на одном стволе четыре ветки. Он мне говорит, осенью, это надо делать осенью. Я говорю, она еще тень на бассейн бассейн бассейн. Так ты так и говори, что бассейну мешает. Я говорю, так она не только бассейну мешает. Она сейчас отбирает все соки. Ее ни опрыскать, ни обработать. Опять груши будут вот такие вот. Горох. С гулькин членом, извините за выражение. Ну и что? А потом ты подошла, сказала. И он тут же пошел помогать. Ну как сказала, я подошла, сказала, еще раз сказала, еще раз сказала. На мозги села и он пошел. Если бы еще раз сказала, он бы сорвался бы и не. В общем, короче, я никто, и звать меня никак. Ну значит, сейчас он его надо знает. А ссориться я с ним тоже не хочу. Ну понятно. А по молодости, кстати, так и было. Я чтоб не ссориться делала сама. 29,6. А сейчас я расслабилась. У нас Дима есть. Он раз-раз-раз и все решает. Ну с сараем он не решит. Он там не знает ничего. И с сараем он не решит. И я с сараем не решу. А вынести вот так вот чисто вот то, что видишь сразу на помойку не получится, потому что вот стоит на страже. Да он прицепится. Он просто прицепится за эти железки и мы будем эту тачку вылазить вместе с ним. Не дай Бог. Инфаркт миокарми хватит. Ну понятно. Из-за этих железок. Не, не, нет. Инфарктов никаких не нужно. Ну вот он тебя слушается, а меня он не слушается. Ой, встает, встает, встает. Это он услышал разговор о нем идет. Сейчас. Понесется по кочкам. Да, да, да. Сейчас скажет, что меня обсуждаете? А как не обсуждать-то? Когда все упирается в него. Он скажет, я старый больной человек. Вот как он обычно. Говорит, я старый больной человек. А я молодая цветущая женщина. Я прям конь-огонь. Ладно. Значит, надо будет это. Он просто растягивает это удовольствие. Давай на осень, давай на осень. Что там на осень? Сначала давайте весной его сломаем. Да. Вот так и позвали, растянули. Я вообще считаю, что контейнер приедет, в этот контейнер хорошо бы сарай покидать. И все. Ну, вряд ли так получится. Почему? Потому что земли из-под септика будет четыре куба. А ты думаешь, там четырех кубов? Я думаю... Ну, обычный, стандартный, как под мусор. Я думаю, не получится совместить и септиковскую землю, и фигню. Потому что наверняка... Строительство беседки, да, на следующий год. Потому что боюсь, по деньгам не потянут. Это стоянка под велосипедом тоже. Это нет, все. Там терпло. Пора, пойми ты, жара сейчас строить. Сейчас постоянку под велосипед делать нельзя, пока сыпочки не поставят. Ну да, это да. Поэтому здесь надо очень осторожно. Мы с тобой в купальниках, периодически окунаясь, сможем из сараи вытаскивать какую-нибудь дрянь? Ну да, почему нет, конечно. Ну, без упоротого такого прям, без налегания. Так, чтобы спокойно, без инфарктов и всего прочего. Ты поешь сейчас сначала, сейчас вот кто-нибудь разнесет. Нас всех тут. Ну конечно. Что тут делаешь? Собираешь лепестки роз в полнолуние? Ты корейская девственница? Что ты знаешь? Никому не говори. Прости, это слепень был. Никому не скажу. Тюк-тюк. Тюк-тюк. А чего ты их срезаешь? Отсветшие которые что ли? Если их отрезать, то могут засвистеть второй раз. А, понятно. А какой смысл? Что, какой смысл? Ну, она уже цветет. Не, ну она отцветает, я же не знаю, лук, которые отцветут. Понятно. Лук, которые отцвели уже, считай. Ну, ладно. Запустила кость, упусти, поработает. А то у нас уже листьев клевера много стало. Вырос он, пора срезать. Пора. И впереди плюс ожидаются дожди у нас, так что потом не покосишь. Сколько мы уже не доставали колясоку нашу, газонокосилку. Неизвестно вообще. Очень долго. Все это вот Кося поддерживает, по крайней мере, сколько последний, наверное, месяц точно. Сколько он у нас появился, и больше с этого момента мы не доставали ручную косилку. Красота. Это очень удобно. Классная штука. Молодец. Трудяга ты наш. Ты наш трудяга. Умница. Умница. Такое ощущение, что у него улыбка на лице. Да. Что он радуется, что столько работает. Видишь, как он, кресток. Да, да, да. Видно, видно. Потом очень опасно здесь же эти шмелинки летают. Пасы пойдут и наступят. Да, да, да. Нет, видно, где он проезжает. Так все по кошмому хорошо. Умничка. Вещь просто шикарная. Мы не доставали сколько, я вот говорила, коляску уже. Ну да, долго. Долго. Все он делает. Я уж не помню, когда доставали коляску. Я не помню. Главное, выпускать регулярно, и все. Да. Ему тут нравится. Он не собирается никуда уходить. Видишь, ему тут нравится. Работа есть? Молодец. Пусть косит. Потому что клевер, это, конечно, хорошо, но пчелы тоже на нем. Ну да. Так наступил было и пятка, и до свидания. Да, да, дети начинают. Плюс после бассейна сохнут, ходят. И кого-нибудь укусят. Все, Илья пришел. Буф, сейчас будет. Вот я, Ал. Ага. А у тебя они полные воды. Бабу, нормально, не надо. Не надо, ну, Леха, не хочу. Бабушка, квасику захотела. Держи. Это что такое? Квас. Квас. Квас, пей на здоровье. О, красота. Красота? Вон туда потом поставишь? Красота сегодня бегу. Или сюда, куда-нибудь. Ладно? Главное, не пролить его. Вот тена. Папа сейчас только что новость прочитал, что Минпросвещение уже отменили линейки детские, школьные на 1 сентября. Уже. Вообще грозятся, что еще вторую волну посадят всех опять на самоизоляцию. Вот, ну посмотрим. И что получается, линейок не будет. Они будут как по-другому. Как не уточнить. А, понятно. Сделайте как-нибудь по-другому. А как? Ну, как-нибудь по-другому. Понятно. Что-то мне кажется, что дети в школу не пойдут. Я не знаю почему. Мне так кажется, что скорее всего... В прошлом году уже не было линейок. В Москве это было. А, теперь получается нигде, да? Я не знаю. Куда? Ой, сейчас. Звонят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok